На моем канале в своих роликах я рассказываю о путешествиях и о самых невероятных уголках нашей планеты. Рассказываю в том числе и о самых необычных и красивых пляжах мира. Но задумывались ли вы, когда-нибудь прогуливаясь по теплому песку вдоль моря, что такие красивые места могут быть опасны? Ведь, как известно, самые красивые пляжи и берега всегда привлекали пиратов. И спустя такое количество лет опасность подстерегает нас до сих пор. Давайте-ка разберемся, какие они, современные пираты, где они обитают и куда лучше не соваться, даже если место напоминает Мальдивы. Конечно, образ пирата нам кажется романтичным. Все помнят капитана Джека Воробья. Но забудьте, сегодняшние пираты уже не те, но цели у них все те же – ограбить или украсть судно, которому не посчастливилось оказаться на их территории. Кстати, пираты ранее носили черную повязку вовсе не потому, что они все поголовно не имели глаза, как думали некоторые из нас в детстве, смотря мультфильмы о пиратах. А потому, что они постоянно спускались в трюм и возвращались обратно. А повязка на одном глазу позволяла постоянно держать глаз в темноте. И в следующий раз, когда пират спускался в трюм, ему не приходилось тратить время на то, чтобы привыкнуть в темноте в помещении. Он просто перекидывал повязку на другой глаз. Пиратство появилось почти одновременно с мореплаванием и морской торговлей. И сперва пиратами становились люди не из-за желания обогатиться, а из-за того, что они были вынуждены выживать. Среди пиратов обычно были молодые мужчины, которые попадали на пиратское судно из-за финансовых проблем или невозможности оплатить налог. Женщин, кстати, на такие судна не брали, поскольку считалось, что они приносят на борт только хаос и неудачу. Не зря герои фильма «Пираты Крепского моря» не хотели брать на палубу девушку. Но все же взяли, потому что «не возьмем ее» будет хуже. Но это исключение. Но и дамы иногда тоже были вынуждены стать пиратками. Правда, для этого им приходилось маскироваться под мужчин. И никто не должен был знать, что на самом деле они женщины. Если раньше пиратами становились вынуждены с целью выжить, то сейчас ими становятся настоящие преступники, использующие в своей деятельности современные оружия и боеприпасы. И да, разумеется, вы не увидите пиратов на огромных кораблях, как это было раньше. Сейчас они используют легкие моторные лодки, которые позволяют двигаться быстро и совершать на них различные маневры. Среди товаров, которыми интересуются пираты, такие как нефть, запрещенные вещества, алкоголь, дорогая одежда и антиквариат. Во время пандемии рост пиратства произошел на 24%, поскольку были закрыты многие предприятия. Люди потеряли работу без возможности найти новую. Больше людей стали присоединяться к миру пиратства. Суеверия о том, что женщины на борту приносят несчастье, больше не актуальны. Сейчас пиратки представляют собой женщин, которые могут достать конфиденциальную информацию о суднах. Также современные пираты используют настольные компьютеры, радары и другое оборудование, которые помогают им добывать информацию о судне, его местоположении и грузе. Также с их помощью можно получить доступ к системам на борту судна. Поэтому морская кибербезопасность в наши дни является глобальной проблемой. Пираты не просто воры или контрабандисты. Некоторые из них даже берут в заложники экипаж корабля, который держит там несколько дней, месяцев, а то и лет. До тех пор, пока шиппинговые компании, судовладельцы или иностранные посольства не выполнят их требования. Так как проблема в морском мире широко распространена, постоянно принимаются какие-то меры, которые могли бы позволить снизить уровень преступлений, совершенных пиратами. Как ни парадоксально, но один из способов по борьбе с пиратством заключается в его легализации. Среди пиратов есть не только те, кто вступил в эти ряды ради выживания и заработка, но и те, кого просто привлекает возможность приключенческой работы. Частный военный корабль может быть уполномочен правительством атаковать иностранное судно в случае, если оно попадает на территорию государства. Также существуют специальные системы навигации, которые обмениваются данными о пиратах с разными источниками и определяют зоны риска. Они также помогают построить маршрут судна в их обход, так же как и в обход шторма. Также спутниковый GPS позволяет отследить пиратские судна поблизости и таким образом предотвратить нападение. Помимо всего прочего, экипаж корабля должен быть хорошо подготовлен и сосредоточен на проведении учений по борьбе с пиратством в том числе. Для этого люди, работающие на борту, должны знать, как они могут противостоять нападающим и как они смогут отогнать судно на безопасное расстояние. Сейчас самыми популярными районами для пиратства считаются Мадагаскар, Персидский залив, Карибский бассейн и Канарские острова. Связано это с тем, что они имеют стратегическое положение. Находятся на перекрестке Старых морских путей. Обычно местные пираты занимаются контрабандой и незаконной торговлей. Но самая известная пиратская группировка на сегодняшний день – Сомалийская. Для обеспечения безопасности судоходства в этой зоне осуществляется боевое патрулирование силами стран-членов НАТО, а также военно-морскими силами Индии, России и других стран. Большая часть сомалийских пиратов состоит из молодых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, родом из Пунтленда – самопровозглашенного государства на северо-востоке Сомали. По данным Ассоциации содействия морякам Западной Африки, существует как минимум пять таких пиратских группировок, в каждую из которых входит около тысячи вооруженных боевиков. BBC утверждает, что среди них есть моряки, которые хорошо знают морские условия, бывшие военные, имеющие боевой опыт, и эксперты по работе с техникой, в частности GPS. С 1991 года Сомали перестало существовать как централизованное государство, в результате чего начались серьезные проблемы с экономикой и финансовой системой, а сброс отходов иностранными судами ограничили возможность местных рыбаков, и те, чтобы зарабатывать на жизнь, обратились к пиратству. Группировка за эти годы стала настолько известной, что их нападение и освобождение заложников было описано в начале блокбастера «Неудержимые» Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стейтхэмом. Также было снято несколько фильмов, основанных на реальных событиях. «Капитан Филлипс» – американский кинотриллер, повествующий о захвате сомалийскими пиратами грузового американского судна «Майерск Алабама» в апреле 2009 года. «Сомалийские пираты» – драма о журналисте, прибывшем в «Сомалист» целью взять интервью у пиратского лидера. «22 минуты» – российский фильм, основанный на событиях 2010 года, когда было совершено нападение на танкер Московский университет. Со съемками последнего, однако, был связан скандал, так как часть съемочной группы заявила, что сюжетная линия была целиком искажена. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и напишите в комментариях, какой факт о современных пиратах вас удивил больше всего. А, быть может, вы тоже знаете какие-то интересные истории, связанные с современными морскими пиратами. Поделитесь. И не забывайте заходить на мой второй канал – Smaps Education, где я делюсь актуальной информацией об образовании за рубежом и не только. Субтитры создавал DimaTorzok